Здравствуйте друзья! Природа может удивить разнообразием фауны, многие представители которой отличаются ужасной внешностью, неповторимой красотой, высоким интеллектом, ядовитостью или забавной наружностью. При взгляде на причудливых созданий просто невозможно не улыбнуться. Мадагаскарская руконожка или Ай-Ай, это единственный из ныне существующих вид семейства руконожковых, самый крупный представитель ночных приматов. Внешний вид характеризуется такими признаками. Редкая, но пушисто-черно-бурая шерсть в белую крапинку, вытянутые тонкие пальцы, длинный пушистый хвост, большие глаза, огромные уши без волосиного покрытия. Длина тела составляет около 45 см, а длина хвоста достигает 60 см. Обитают в тропических лесах на севере Мадагаскара. Животное занесено в Красную книгу. Вид был обнаружен в 1780 году исследователем Пьером Сонера. Изначально руконожку относили к грузунам, но вскоре ученые выяснили, что эти необычные животные являются нестандартными футолемурами. Сифаки. Иначе их называют пропитеки или хохлатые индрии. Это род приматов из семейства индриев, которые в свою очередь относятся к группе лемурообразных. Сифаки обитают только на Мадагаскаре. Держатся небольшими группами по 5-6 особей. Почти все свое время животные проводят на деревьях, питаются фруктами, листьями и древесной корой. Лемуро является собой обезьян, размер тела которых варьируется в пределах 45-55 см, а вес составляет 4-6 кг. Особенность внешнего вида сифаки – это наличие хвоста, длина которого совпадает с размерами туловища. Это необходимо для обеспечения баланса при прыжках с дерева на дерево. Шерсть у лемура длинная, шелковистая, светлых оттенков, от желто-белой до черно-коричневой. Морда черная, имеет округлую форму и шина волосяного покрова. Интересно, что сифаки передвигаются по земле большими прыжками – 8 и даже больше метров. Именно по этой причине животных также называют танцующими лемурами. Луна-рыба или рыба-солнце. Причудливое создание также именуют плавающей головой. В длину тело животного достигает 3 метров, а весить может до 1,5 тонн. Внушительные размеры позволяют присвоить луне статус самой большой из ныне существующих костных рыб. Приплюснутое тело луна-рыбы завершается очень коротким хвостом. Обитают в тропических водах Атлантики, а также Индийского и Тихого океана. Летеныши плавающей головы передвигаются в воде обычным рыбьим способом. Однако по мере роста животные начинают испытывать сильные затруднения в плавании. Взрослые особи становятся настолько тяжелыми и неповоротливыми, что теряют способность противостоять течению. В итоге им ничего не остается, как проводить большую часть своего времени на поверхности воды, лежа на боку. Лори. Миниатюрные ночные зверьки из семейства лориевых обитают эти милые создания в тропических лесах Африки и Азии. Главная отличительная черта лори – невероятно большие глаза, вместившиеся на маленькой симпатичной мордашке. Другая характерная особенность заключается в медлительности. Подобно ленивцам, лори проявляют большое осторожное движение. В длину забавные млекопитающие могут достигать всего лишь 40 см, а вес этих малышей не превышает 2 кг. Питаются лори насекомыми, птичьими яйцами и фруктами. Носач. Этот вид обезьян можно смело назвать одним из самых редких и необычных. Выходец из семейства мартышковых не может похвастаться внушительными габаритами, ведь максимальный рост носача не превышает 72 см. С другой стороны, по сравнению с большинством мартышек, эти обезьянки могут показаться гигантами. Визитная карточка насача – это огромный толстый нос, сильно выделяющий этих животных на фоне любых других обезьян. Помимо неповторимых внешних особенностей, насачи обладают рядом очень полезных для жизни навыков. Умеют прыгать по деревьям, плавать и даже нырять, могут проплыть до 20 метров, а также ходить на двух лапах. Встречаются насачи только на острове Калимонтан. Феник. Лисица, обитающая в пустынях Северной Африки, обладает удивительной и очень забавной внешностью. Яркой изюминкой этого зверяка являются огромные уши, расположенные на крохотной голове. Уши могут вырастать до 15 см в длину. Размер тела при этом не превышает 22 см в высоту и 40 см в длину. Мощные локаторы позволяют лисице улавливать даже самые незначительные звуки, издаваемые потенциальной добычей. Этой информации достаточно, чтобы хищница могла определить направление жертвы. И хотя питается феник разнообразной пищей, излюбленным лакомством лисы являются струсильные яйца. Венгерская овчарка или Командор. Это одна из самых древних собачек пород, предки которой использовались для охраны овец и крупного рогатого скота. Средний рост составляет 80 см, что делает овчарку крупнейшей среди собак. При этом истинные размеры животного визуальном увеличиваются за счет густой и длинной шерсти. Природные дреды венгерской овчарки сделали породу идеальной для работы овечьим пастухом. Ведь подобная внешность позволяет маскироваться в стае овец. Злая щитоспинка или лягушка баджита. Этот вид бесхвостных земноводных обитает в северной Арвентине, на востоке Боливии и на западе Парагвая. Длина этих необыкновенных созданий составляет около 13 см. Визитная карточка лягушки – это широкий рот на короткой и толстой голове, приплюснутая туловище овальной формы. Кожа щитоспинки покрыта бугорками и складками. На первый взгляд лягушка представляет собой довольно милое зрелище. Однако при возникновении опасности забавное существо начинает менять свой облик, раздувается до размеров футбольного мяча, демонстрируя свою злобу и свирепость. Во время своей метаморфозы щитоспинка издает устрашающие звуки. Кроме того, безобидная с виду жабка может пригрозить длинными конусообразными выростами на нижней челюсти. Лягушка баджита является каннибалом. Калавастики съедает своих сородичей, проглатывая их целиком. По причине столь агрессивного поведения щитоспинок содержит раздельно. Обитают лягушки в полузасушливых районах Южного Парагвая, Боливии и Аргентины. Ленивец Эти существа вызывают умиление не только своей медлительностью, но и странноватой наружностью, а также необычным поведением. Большую часть времени ленивцы проводят в висячем положении, удобно расположившись на ветрах деревьев. Чтобы крепче держаться на ветке, животное использует два специальных длинных пальца с серповидными когтями. Улыбка, которая всегда присутствует на мордашке ленивцы, одна из самых милых черт этого удивительного создания. Такая особенность придает животному одновременно веселый и спокойный вид. Что касается медлительности, то объясняется она нехваткой энергии. Таковы особенности метаболизма этих необыкновенных существ. Скорость передвижения на кронах не превышает трех метров в минуту, а на земле составляет всего лишь полутора метров в минуту. Однако в особых случаях, например, при угрозе для жизни, ленивец может направлять скудные запасы энергии в нужное русло и двигаться быстрее кошки. Интересно, что обмен веществ у ленивцев настолько замедлен, что 70% массы тела животного составляет содержимое его пищеварительного тракта. Таким образом, съеденная ленивцем пища может перевариваться месяцами. Ангорский кролик. Очевидно, что свое название смешной зверек получил благодаря месту, в котором его начали разводить, в турецкий город Анкара. Главная ценность кролика заключается в длинной до 20 см, а иногда и до 30 см мехе. В очень мягком и приятном на ощупь состоит он из пуха в 90%. Из меха создают черстяную ткань с такими же качествами. Помимо преподной цели разведения ангорских кроликов, есть и декоративные. Нередко малышей держат в качестве домашних любимцев. Причудливый внешний вид милых созданий передает им сходство с пушистыми шариками на ножках. Выхухоль. Животное относится к семейству кротовых и является обладателем одной из самых милых и смешных модажей, при взгляде на которую невозможно не улыбнуться. Помимо прочего, Выхухоль может похвастаться красивым мехом и симпатичными короткими лапками, которые только добавляют конечности образу и делают зверяка еще более привлекательными. Квока или сумчатый бобр. Обитает в Австралии. Животное обладает спокойным, добрым нравом. Идет подвижный образ жизни. Внешний вид квоки весьма необычен. Зверек выглядит так, будто всегда улыбается. Полосатый тенрек. Один из любопытных обитателей джунглей Мадагаскара. Как и ежи, тенреки имеют иголки желтые, но они растут в перемешку с жесткими волосками черными. Некоторые из игол тенреков могут вибрировать, так они определяют местоположение друг друга. Малайский медведь. За свой небольшой рост и чрезвычайно длинный язык это животное также называет медведь-собакой. Он встречается в тропических лесах в Юго-Восточной Азии и является самым мелким представителем медвежьего семейства. Масса взрослой особи не превышает 65 килограмм, а длина 1,5 метра. Осьминог Дамбо. По фото несложно догадаться, почему осьминога назвали в честь знаменитого ушастого слоненка. Однако не уши торчат из его головы. Это обычные плавники, поскольку Дамбо живет на большой глубине. Увидеть его можно нечасто. Гавиал. Этот крупный вид крокодилов, живущих на севере Индии, проводит большую часть своей жизни в воде. Любопытство представляет луковидный нарос на носу самцов. С помощью него крокодилы пускают пузыри и гудят в брачный сезон. Топир. Топиры – травоядные животные из отряда непарнокопытных, напоминающие по виду свинью с хоботом. Средние размеры топиров длина около 2 метров, а высота около метра. Вес 100-300 килограмм. Ранние топиры были очень распространены, но на сегодняшний день осталось только 5 видов. Распространены топиры в Центральной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии. Несмотря на большое количество хищников, которые питаются топирами, основным врагом топиров является человек. Охота на топиров ради мяса и кожи существенно сократила их популяцию. Топиры занесены в Красную книгу. Альпака. Очередной пушистик, но на этот раз из семейства верблюжек. Разводят альпак, как и ангорских кроликов, в основном ради их пустой теплой шерсти, с которой делают одеяло, одежду и беды. Шерсть альпаки очень похожа на овечу, но весит она намного меньше. Обитают эти животные в Южной Америке, в высокогорных регионах Анды. Считается, что альпаку одомашнили индейцы Перу, примерно 6000 лет назад. Этот вид насчитывает всего два подвида – сури и уакая. Первые имеют длинную шерсть, напоминающую косички. Вторые похожи на плюшевых медвежат и выглядят, конечно, более экзотически. Субтитры сделал DimaTorzok